Поэтому если будет найден в целом баланс между государством и предпринимательством и будет отражено в налогообложении, в новом налоговом кодексе это будет прописано, вот только при этом может в целом предпринимательство развиваться как земля, как сектор экономики. Когда принимается налоговый кодекс, необходимо все-таки помнить о том, что очень сложное время, время экономического кризиса. Необходимо осторожно подходить к принятию налогового кодекса. Почему? Потому что мы должны понимать, что и экономический кризис, и высокий уровень безработицы, по официальным данным, на 1 октября 2015. Это более 400 тысяч граждан, и это только официальные данные. Поэтому налоговый кодекс в целом должны принимать, по моему мнению, специалисты, которые понимают, что у нас есть и содержание бюджета в целом. У нас же основные бюджетно-наполняющие налоги, это налог на добавленную стоимость, налог на прибыль крупных предприятий. Это ключевые золотитаты? Да, это ключевые золотитаты. Да, нам необходимо, я хотел бы сказать, что не должна быть позиция однобокая. Все-таки мы должны понимать, что содержать бюджетную сферу, выплата зарплаты представителям бюджетных организаций, школы, садики, пенсии пенсионерам, они выплачиваются с бюджета. Так вот, при создании налогового кодекса видно, конечно, что это как информативная часть о том, что идет снижение и налога на добавленную стоимость, и налог на прибыль крупных предприятий. Это предусматривается в налоговом кодексе. Ну, а, конечно, те недоработки, которые есть по другим разделам, конечно же, они должны быть учтены. В принципе, там нужно еще анализировать количество занятых людей, к сожалению, я точную цифру вам не приведу. Но, в целом, это достаточно большая масса людей, которые заняты как в малом и среднем бизнесе, так и фактически стоят на рынке. Просто хотел бы несколько процентов поставить по самому налоговому кодеку. Вопрос в чем заключается? Для того, чтобы государство нормально развивалось, нужно не только стимулировать внутреннее потребление, но также нужно стимулировать и внутреннее производство. Потому что без внутреннего производства не будет дополнительных рабочих мест. Фактически, на протяжении многих лет Украина финансировала экономики других государств. Потому что предпринимателям было невыгодно покупать товары, которые производили из них. Естественно, это приводило в упадок производства на самой территории Украины. Налоговый кодекс дает возможность расширить сегмент в этой области и позволить предпринимателям стимулировать именно внутреннее производство. Поэтому здесь налоговый кодекс является позитивным и стимулирующим фактором однозначно. При этом я хотел бы еще по фактам сказать. Рвется там детонка. Поэтому если предприниматель, который пытается заработать, то это у него основная цель. Делать некоторые незаконные вещи, они достаточно жестко пресекаются. Есть много фактов контрабанды, в том числе и представителями малого бизнеса и единичеками на рынке, которые находятся на упрощенной системе налоговложения. Вот это показательно в плане того, что эти предприниматели дискредитируют само предпринимательство в целом. Потому что я понимаю возмещение людей, которые честно ведут свою хозяйственную деятельность. И, грубо говоря, они в неравных условиях находятся. Здесь возникает речь. В принципе, отсюда и весь конфликт. Налоговый кодекс позволит пресечь искоренную деятельность. Но вы считаете, что тот материал, который он есть сейчас, во втором числе его Мерковного Рада приняла, он достаточен? Или все-таки... Ну, вы знаете, его оценку я могу делать как плательщик налогов. Как представитель власти я могу говорить, что нам нужен документ для исполнения. После того, как он заработает, как только все поймут, какие правила ведения бизнеса этим кодексом будут установлены, можно будет делать оценку и планировать своих детям в будущих периодах. И это немаловажно. Потому что, естественно, все новое пугает людей. Потому что, если не было изменений в десятки лет, все привыкли жить по-старому. Но мы не должны топтаться на месте. Нужно сделать первый шаг и идти к нему. Вы видите, судя по всему, как предприниматели сдаваться не собираются, они будут продолжать. Поэтому все равно придется искать, кто-то контролирует. Я по этому поводу всегда говорил, что компромисс, слышать, слушать друг друга, это самое главное. Потому что, если будет стена между представителями власти и предпринимательства, это неправильно. Почему? Это есть нормальная практика. Потому что люди, которые избирают власть, они достаточно платят налоги. Они могут, в принципе, и требовать от власти для того, чтобы им создавали условия для ведения бизнеса. В принципе, вся власть, она как бы к этому и идет. Мы создаем условия, пользуются условиями, платят налоги. Если налоги не платятся, вопрос. Мы создали условия, налоги не платят. Я бы вам хотел рассказать о том, что беспокоит всего на сегодняшний день предпринимателей. Предприниматели беспокоят на сегодняшний день, а смогут ли они своевременно подготовиться к новым изменениям в законодательном поле. К переходу. Предпринимателей, хотите верьте, хотите верьте, нет, не пугает увеличение налогового нагруза. Особенно то, что касается... Я поясню. Я имею в виду, что оплата уже была единого налога или другого патента. Позиция предпринимателей, еще раз, это создать условия для их работы. Для того, чтобы они заплатили, выплатили единый налог и были защищены, подчеркиваю, защищены государством для ведения их бизнеса. Что на сегодняшний день происходит? Сегодня принимается самый сложный документ в стране, который предназначен для его задачи, стоит в кодификации всех тех законодательных актов, указов президента, поставлений кабинетов, поставлений налоговой администрации. То, чтобы его собрать, кодифицировать то, что было уже опробировано в протяжении этих последних лет. Но у нас есть статья 27 бюджета Украины, которая предусматривает о том, что любые изменения, связанные с принятием или снесением законодательства положений, связанных с налогами, они должны приниматься за полгода до нового налогового периода. Поэтому, а этот период, в Казахстане, необходим для того, чтобы и предприятия подстроились, адаптировались, да, это то время, которое необходимо предприятиям для полной адаптации. И, с другой стороны, это время должно быть использовано для государственной налоговой администрации, для того, чтобы были проведены какие-то информационные работы, направленные на то, чтобы предпринимателям сообщить, все-таки, как будут работать предприниматели в годном выпуске. Что нужно сделать, чтобы перейти в нормальное, безумное усталость, рассматривать и осматривать? Вы понимаете, в чем дело? Бороться. Бороться, мы против. У нас сейчас, в Казахстане, живет круглый стол, достаточно представительный. Есть представители от государственной налоговой администрации, Довыдков Сергей, Роман Васильев, это председатель Запорожского совета предпринимателей по торговле при Камине и секретарь подгруза налоговой реформы. Кривенко Илье, это представитель предпринимателей, вы с ним хорошо знакомы, да. Александра, пожалуйста, ваши комментарии на громкую связь для вас по борьбе против. И как вы видите пути? Не важно авторство, да, совершенно важно, с чем останется в странах от лица. Но первая акцент о том, что я по-прежнему утверждаю, что на углу, я оптимистка, я знаю, что все будет хорошо. Мы тоже надеемся. Спасибо вам большое за комментарии. Счастливо вам, до свидания. Как вы относитесь, как вы прокомментируете то, что вы сомневаетесь сейчас? Претензии я услышал налоговая. Налоговая, к сожалению... Это скорее были не претензии, а... Проблемный вопрос почему возникать. Ну, дело в том, что, во-первых, я хочу сказать о том, что налоговая состоит из людей и имидж государственного служащего. На текущий момент это является одним из основополагающих принципов работы налоговой службы. Поэтому и приоритетная причем программа. При этом, если людей страшит о том, что там налоговая выйдет и там без разбора начнут все эти проверки, там проявление коррупции... Я прошу прощения, но со всеми проявлениями коррупциями мы нещадно будем бороться и боремся. Поэтому здесь еще и палка о двух концах. Не нужно создавать поле для этой коррупции. Не нужно, так сказать, провоцировать ее. Второе. Ну, как бы... Я хотел бы отметить, что диалог идет. Налоговый кодекс, нельзя сказать, что в целом он неприемлем однозначно. И это уже, как бы, все это понимают. Есть некоторые моменты, которые законодатели пытаются сейчас решить. К какому выводу они придут, какое решение они примут, налоговая служба однозначно будет его исполнять. Ну, и сам хочу сказать, как бы, по поводу вообще налоговой службы. Реформирование налоговой службы на текущий момент это постоянный процесс. В том числе, налоговый кодекс нужен для того, чтобы, в свою очередь, и упростить систему администрирования. Чем меньше налогоплательщик будет сталкиваться с налоговым инспектором, тем качественнее будет сама процедура администрирована. Налоговый инспектор, и когда будет встречаться с плательщиком, уже практически возник проблемный вопрос. Пока проблемного вопроса нет, ну, не стоит с ним встречаться. Там, в налоговом кодексе, кстати, и прописана эта норма. Все поделены по категориям. Проверка раз в три года для плательщиков, которые отвечают самым высоким требованиям образцовой плательщики. Раз в два года — это средний риск, и которые плательщики подпадают под категорию высокого риска. Переходные положения, естественно, пересматриваются. И я думаю, что позитивным моментом будет являться и основополагающим принципом налоговой службы в следующем году — это проведение максимальной разъяснительной работы. Потому что те моменты, которые плательщик, либо предприниматель не будет понимать, либо ему нужно конкретно разъяснить те или иные его действия, это будет основополагающим принципом в начале следующего года. И здесь, в принципе, я призываю однозначно к диалогу. Потому что нельзя мерить все четкими категориями. Это черно-белое, все за. Нужно предлагать что-то новое. Лидия, вы только что тоже не слушали, да? Что вы на ее самом деле?